И мы должны отдавать баракат, должны отдавать благодать другим, начиная с близкого, в первую очередь с родителя, с мамы, с папы. То есть мхаль, то есть невозможно с точки зрения разума и шариата, что ты делаешь хорошее, что ты чужому, а близкому этого ты не делаешь. Если ты, например, скажем, родственника забываешь, а не забываешь другого человека, или, например, соседа забываешь, а далекого человека, который дальше тебе живет, ты его забываешь. Это несправедливо, начиная с мамы и с папы. Поэтому много аятов в Куране по отношению мамы. Всевышний Аллах сказал, То есть мама носила в утробе своего ребенка с тяжестью. Потом, саллаху али сааму, спросили, кому мне лучше всех относиться? Умма к сумма, умма к сумма, умма к сумма абук. Своей маме, своей маме, своей маме, потом по отношению к своему папе. Поэтому рай находится под ногами матерей. По отношению к ним начинать делать добро, баракат, благодать отдавать. И акраб фаль-акраб, ближнему и ближнему. И дальше всем верующим, хайванам, растениям. То есть всем мы должны давать, иншаллах, благодать должно исходить от нас. И также, с точки, человек должен посмотреть свое посещение в мечети. То есть выбираться, находя время, посещать домах Всевышнего Аллаха. Аллах в сурату Нур сказал, В домах Всевышнего Аллаха. То есть до этого Всевышний Аллах сказал, Аллаху Нуру самоват вуал ард. Аллах, свет небес и земли. И продолжаются аяты про свет. А где этот свет? Айна Нуру? Айна Макану? Где этот Нур находится? Аллах следует, говорит, В домах, в мечетях Нур Аллаха находится. После этого он должен посмотреть свое отношение. Каково мы отношения с домами Аллаха. Как сказал пророк Мухаммад, Этот дом принадлежит мечеть, Это Буюту Аллах. Дома Всевышнего Аллаха. И Аллах, Субхану Аллах, И Аллах, Субхану Аллах обязательно наградит Того, кто его здесь посещает. Здесь Нур Аллаха, Субхану Аллаху находится. В домах Всевышнего Аллаха. Также с точки зрения садака, Аллах, Субхану Аллах, Приказывает нам давать, Помогать, если у нас есть возможность, Нуждающимся людям. Поэтому, То есть, касательно своих имуществ, Давать тому, кто просит, И тому Махрум, Кому Аллах, Субхану Аллаху не дал. Адам, Алейсалям, Когда увидел, То, что в уме, вообще в человечестве, Есть Аль-Муафа, В Аль-Мубталя, Есть те люди, Которые будут испытаны, То есть, тяжкая, тяжелая жизнь. А будут тем, Которые будут хорошо жить. На что Адам, Алейсалям, Сказал, Я Рабби, Лев саввейта бейна ль-идат. О, мой Господь, Почему ты всех не сделал одинаково? На что Всевышний сказал, Я Адам, Инни ухиббу ан ушкар. О, Адам, Я люблю, Когда меня благодарят. Так Аллах, Субхану Аллаху, Любит, Когда его благодарит, Тот, у кого есть, Что даст, Благодарит его за эту милость. Так же Всевышний, Аллах, Субхану Аллаху, Любит, Когда другой проявляет терпение. Когда у него что-то нет. Поэтому, Ты видишь какого-то ятина, Мискина, В этот момент, Ложишь ему в руку, Сколько сможешь. В этот момент, Ты понимаешь, Подсознательном уровне понимаешь, То, что он, Может быть, Тебя, Твое лицо не вспомнит больше, Забудет тебя. И ты понимаешь, То, что он тебе вернуть, Никогда не сможет. Но, однако, Ты делаешь это ради довольствия Аллаха, Желая то, Что у Аллаха В судный день, Когда ты Такун Ахвач, Когда ты будешь более нуждаться В благих делах, В тот момент, Когда нету ни дирхамов, Ни динаров, А есть хасанат, Есть благие дела и грехи. Вот эти действия, Которые должны из нас исходить.